Чёртова идиотка! Всё из-за неё! Надо бежать, бежать! Будем бежать, как крыс из корабля! Ну что такое? Для кого я играю? Здесь, да, на потолком они не летают, но на четвереньках, грубо говоря, ползают. И на четвереньках какие-то сложные мизансцены выполняют. Но, мне кажется, это им самим нравится, ведь артисты они всё равно как дети. Им нужно ставить трудные задачи, им интереснее их решать, там, ползать, бегать, прыгать. А теперь нашедшему вознаграждение. Пожар! Пожар, пожар, пожар! Не теряйте, разум оборот. О, что? Разума у меня более чем достаточно, чтобы так умерзаться, как ты! Андрей! Что? Мы уже дошли! Благословите меня, отец! Да что с тобой, сын мой? Ты говоришь, сегодня загадок. Зачем ты мне отдаешь? А, не отдаешь? Нет, отдаю. Нет, не отдаёшь. Как свободно дышится! Им было интересно в это играть. Им интересно это играть сейчас. Им интересно быть на сцене. Как бы сказать, каждый раз для них эта история. То есть они вот как бы начинают её и заканчивают до одном дыхании. Что бывает, ну, редко. Потому что сначала все пришли с достаточно таким большим сомнением, потому что Шиллер просит, что любовь неподъёмный материал, сложнейший текст и так далее. А теперь наоборот. Да, да, я писала! Я писала! Пошла, пошла! Я писала! Да, я отошёл? Я отошёл. Да, сюда. Да, и тебе одела сюда. Это настолько понятно и злободневно и трагично, то, что это часто бывает, наверное, к сожалению. А репетирует, чувствует наслаждение, это счастье. Как говорил Астан Бендер, мечта идиота сбылась. Ведь ты единственный, что у меня в жизни есть. Только ты. Стою в грязи, в чём мать родила. И в этом... Ааа! Что такое? Ааа! Что такое, что такое? Седой Волод, вот что такое. Глаза закройте. Так, так, так. Вот ты молодец! Я вообще не думаю, потому что это не я, мне кажется. Только другой. Приходите к нам на спектакль. Вот этот спектакль очень понравился. Он очень тронул. И с нетерпением ждём развязки. Хоть и стыдно надо признаться, но классическое произведение мы это не знаем. Нам понравилось очень. Симпатично. Это, наоборот, хорошо. Неожиданный конец. Это всегда прекрасно. Сожжёт пожар в моём юном безмедежном сердце. И уже ничто, ничто его не потушит. Мне кажется, здесь все, самое главное, что все на своём месте. А это вот для меня очень дорого, что есть команда, где каждый, как бы, занимает свою нишу. То есть не просто так он возник, этот персонаж, а он очень точно вписывается в какую-то такую структуру. Здесь каждый артист — это определённая краска. В общем, скажем так, полотне. Послушайте, миледи, вы, видимо, окончательно сошли с ума или ведёте себя, как дворовая девка? Что бы никто не слышал? Потому что всегда приятнее, конечно, быть фавориткой герцога, чем фавориткой какого-нибудь бедного скрипача. Я знаю, что ты бедная, да? Хочешь, я продам себе свои драгоценности. Хочешь, дворец, всё, пожалуйста, перейдите, отрегись от него. Берите его, тебе берите. Только оставьте меня в покое, оставьте. В этой женщине есть, безусловно, много того, что я переживаю в своей обыденной жизни, что, наверное, переживают многие женщины, которые в то иное время встречались, может быть, с какими-то мужчинами по неволе. Мы обычно премьеру с плова начинаем. Нажрёмся, потом на сцене еле шевелимся. Посмотрите Рапопорт, он играет президента, поэтому манеры перенимает. Пластиковая вилка и прямо из казанка, из казанка черпает. Я прям представляю, вот это, я как только это представлю, я прям, я прям выстираю от счастья. Значит, невесты, женихи и я. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Когда мы станем более чёткими друг к другу, когда мы сможем уважать любовь как таковую и чужую, и свою любую, просто любовь как чувство, тогда, может быть, мир нормализуется. А если нет, то всё рухнет. Как мне понимать такое вступление? Я забегая вперёд скажу, что такой спектакль, будь в репертуаре любого московского репертуарного театра, это было бы очень и очень даже не то, что не стыдно, а просто лакомый кусок. Спасибо. 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 Спасибо.